Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Недавно я записал видео о самых дивидендных акциях, и там я привел пример акций, которые дают самую высокую дивидендную доходность. И там я ссылался на сайт компании доход.ру. Продолжение следует... Давайте вернемся к этому сайту. Вот он. Сургут нефтегаз привилегированные акции, ну, на текущий момент уже 18,77% годовых. Это дивидендная доходность. Дата закрытия реестра 18.07.2019 года, то есть 18 июля 2019 года, чуть больше месяца. Выплата дивидендов на акцию прогнозируемая 7 рублей 62 копейки. И у меня спросили люди, говорят, а почему ты не учитываешь комиссию? А почему ты не учитываешь, что дивидендный гэп может, так сказать, там акции могут грохнуться, вот на эту самую, так сказать, дивиденд, и не восстановиться в течение скольких там, трех лет? Почему ты не говоришь о рисках? Почему ты не говоришь о том, что можно потерять, что это риски, что и так далее? Ну, смотрите, представьте себе, вот стадион, чемпионат мира по футболу. Футболисты выходят на поле. Они выходят для чего? Играть, чтобы побеждать. И если они победят, то они принесут, во-первых, успех стране, а во-вторых, ну, они получат очень даже немаленькие деньги. Понимаете? О чем думают футболисты, когда выходят на поле? Знают ли они, что они могут получить травму, что они могут сломать ногу, что у них может порваться связка? Знают ли они об этом? Конечно, знают. Вот, но о чем они думают, когда вот вышли на поле, сейчас будет игра, вот они стоят и думают, играет гимн, о чем они думают? Конечно, они думают, наверное, о том, как бы мне сыграть так, чтобы не потянуть связку, не это самое, не дай бог ударить. Да лучше я стоять буду, и все. Потому что так спокойнее будет, правильно? Вот. Или они думают о том, все-таки, как выложиться? Как сделать максимум для победы? Потому что для того, чтобы получить, надо выкладываться, надо тренироваться. Вот в чем дело. Вот почему они думают о победе, и они думают о том, как максимум выложиться. А вот о том, как не сломать ногу, как не потянуть связку, как не получить травму, они думают не там, не на поле. Они думают во время тренировок, во время подготовки. Поэтому очень важно, конечно, подготовиться. И когда вот они вышли на поле, и никто не вспоминает о том, что можно получить травму, потому что, так сказать, ребята, ну вы представьте себе, вот просто представьте себе, вы вышли на поле играть, и вы говорите, так, значит, а что может быть? А, так сказать, а может быть, они это самое, травму получат, а может быть, они, значит, вообще там ногу сломают, и никогда уже не будут играть. Конечно, они могут быть, они когда-нибудь, давайте обсудим вот эти риски. Или все, значит, сидят и думают, как же выиграть, как же выиграть. Вот, но, смотрите, футболистов всего немного на поле, 22 человека. А тысячи болельщиков сидят на трибунах, миллионы болельщиков наблюдают за ними на поле. У кого есть шанс победить? У испанцев, у тех же, так сказать, ну или там стать чемпионом мира. У кого есть шанс? У тех, кто на трибунах, нет шансов обыграть испанцев. У тех, кто сидит у телевизора за пивом и чипсами, никаких шансов получить призовой фонд. Понимаете? Никаких. Потому что для того, чтобы это сделать, надо, ну, во-первых, тренироваться, а во-вторых, получить прибыль. Поэтому, конечно же, прежде чем принимать инвестиционные решения, надо тренироваться, надо смотреть, надо оценивать вероятность, по крайней мере, победы, по крайней мере, вероятность. Вот, ну, давайте от футбола все-таки перейдем к акциям. Дело в том, что, конечно же, я оцениваю вероятность. Во-первых, я еще раз хочу напомнить, что я никого не призывал, если вы пересмотрите то видео, я никого не призывал покупать эти акции. Потому что это решение ваше и только ваше. Я просто сказал, что я считаю, что эти акции вырастут. И я не просто так сказал. Я в этом убежден. Убежден. И я убежден в этом настолько, что я сам приобрел этих акций 10 тысяч штук на 400 тысяч рублей. И я настолько убежден в этом, что я купил их даже не на свои деньги. Я взял эти деньги в кредит. Понимаете? Я вас не призываю к этому. Я в этом убежден. А к чему я вас призываю? Оценить риски. Смотрите. Давайте я, так сказать, по порядку все, значит, если вы у меня спрашиваете, какие комиссии? Сейчас я вам все по полочкам разложу. Вот я сделал такую табличку. Смотрите. Я приобрел эти акции по текущей цене 40 рублей 82 копейки за штуку. Вы это скоро увидите на терминале. Дивиденды, которые гарантирует компания Сургут Нефть и Газ на привилегированную акцию на одну 7 рублей 62 копейки. Дивидендная доходность, ну вот при моей цене покупки 18,67% была такая. Это при моей цене. Вот посмотрите. Вот она формула. Вы видите. Вот она дивидендная доходность при моей цене. 18,67%. Закрытие реестра 18.07. Вот. Последняя дата продажи, ну, я оцениваю 15.07. И дней до максимальной даты продажи, да, я купил это спекулятивно, да. Я об этом заявляю, что, скорее всего, я их не буду держать, не в кредит. как бы, вот так. 35 дней в данный момент. Когда я составлял табличку, было 38 дней, это было в пятницу. Теперь дальше. Смотрите, что я покупаю? А покупаю я акции. Акции сургутнефтегаза привилегированные, по которым практически гарантирована доходность 18,67% годовых. Почему практически гарантированно? Потому что решение о выплате дивидендов принимается на общем собрании акционеров, которое состоится вот как раз, ну, когда-то. Вот. Ну, сразу после 18.07, я так понимаю. Вот. И на этом собрании, к этому собранию было рекомендовано собранию вот выплатить такие дивиденды. Кем рекомендовано? Советом директоров. Решение о выплате дивидендов на общем собрании акционеров принимается простым большинством голосов. В совете директоров сидят люди, которые, да, простое большинство голосов определяется по количеству акций, которые принадлежат акционерам. Поэтому, смотрите, в совете директоров заседают люди, которые владеют как раз пакетами акций соответствующими. И пакет акций совокупный, которыми владеет совет директоров, он больше, чем 51%. Поэтому решение будет принято практически наверняка. То есть вот первая, значит, как бы заявка. Заявка. Теперь дальше. Смотрите. Что такое акции Сургутнефтегазпрефы? Это актив. Это актив, который вот практически наверняка принесет 18,67% годовых. Но это годовых. Он принесет столько. Уже известно, когда он принесет. Если я буду владеть этими акциями 18.07, то он мне принесет такую доходность. 18 за 35 дней. Понимаете? За 35 дней он принесет мне вот такую доходность. Еще раз повторяю, я купил 10 тысяч акций. На 10 тысяч акций нетрудно посчитать, что 7 рублей 62 копейки умножить на 10 тысяч, получается 76 тысяч 20 копеек. я получу в качестве дивиденда. На те акции, которые я приобрел. Если я буду владеть ими после 18.07. Теперь смотрите. Какой актив я должен купить для того, чтобы получить такую же доходность. Ну вот недавно я встречался с одним из моих подписчиков. Он очень хотел со мной встретиться. Убедиться, что я живой, что я существую. Ну и мы с ним разговаривали. Он сказал, что он открыл вклад-копилка. Вклад-копилка дает 7 процентов годовых. Для того, чтобы получить 7 процентов годовых, вы можете легко посчитать. Я посчитал это. Да вот оно. 7 рублей 62 копейки, чтобы получить, я должен на вклад-копилка или он должен положить 109 рублей, чтобы получить 7 рублей 62 копейки. То есть смотрите, что получается. Есть два актива. Один актив, это депозит, вклад-копилка. Второй актив, это акции сургут нефтегазпрефы. Так вот, сургут нефтегазпрефы актив стоит, актив, который дает вот ту же самую доходность, стоит в 2,5 раза дешевле, чем депозит. Понимаете? То есть как бы я либо покупаю депозит, либо покупаю сургут нефтегазпрефы. Значит, депозит стоит 109 рублей, сургут нефтегазпрефы, стоит 40 рублей 82 копейки. В 2,5 раза дешевле. Я получу одни и те же деньги в результате. Что я куплю? Ну, конечно, я куплю то, что дешевле в 2,5 раза. Почему я это сделаю? Потому что это дешевле, во-первых, это выгодней. И именно поэтому я ожидаю, что акции вырастут в цене к моменту закрытия реестра. И скорее всего я их продам просто к моменту закрытия реестра. Потому что, смотрите, актив стоит в 2,5 раза дешевле, чем другой актив. Я его покупаю в надежде, ну как, он подорожает, очевидно, он подорожает. И я рассчитываю на то, что этот актив подорожает, ну скажем, на 15%. Мне достаточно на 15%. Если этот актив подорожает на 15%, я вложил туда 400 тысяч, 400 тысяч умножаем на 15%, получается 60 тысяч рублей. То есть, я рассчитываю получить 60 тысяч рублей. Вы мне скажете, почему ты не говоришь о рисках, почему ты не говоришь о комиссиях? Давайте поговорим о комиссиях. Смотрите, какая комиссия? Комиссия брокера. Вы знаете, что когда я покупаю, я плачу комиссию. И те люди, которые вот даже не вышли на стадион, даже не открыли брокерский счет, им просто знакомые говорят, да ты что, да там такие комиссии. Давайте скажем, какие комиссии. Озвучим это дело. Какие комиссии там? 0.057%. Вы можете посмотреть тариф универсальный открытие брокера. Пожалуйста, 0.057. Я покупаю этот актив, плачу такую комиссию 0.057% и я продаю то же самое и плачу 0.057%. В сумме я заплачу на каждые 100 тысяч рублей 114 рублей комиссии. То есть на две сделки купля и продажа. Здесь понятно, на 100 тысяч рублей я совершил сделок, я 114 рублей, не тысяч, заплатил. Понятно, да? С комиссии. Вот. И значит, ну я купил на 400 тысяч, умножаем эту сумму на 4, 450 рублей. Я заплачу комиссию брокеру за то, что он дает мне возможность заработать 60 тысяч. тысяч рублей. 450 рублей комиссия за то, что я получаю возможность получить 60 тысяч рублей. Ну, я надеюсь. Вот. Теперь дальше. Этих денег у меня нет, как я сказал. Я взял эти деньги в кредит. Брокер дает кредит под 16,4% годовых. Это тоже можно посмотреть в условиях тарифа универсальный. тариф дается 16,4% годовых, но он же дается на то количество дней, которое есть. Считаем. Делим 16,4% на 365 дней. Получается 0,0 449% в день. я буду платить брокеру за пользование кредитом. Много это или мало? Умножаем это на 35 дней. Получаем 1686 рублей затрат всего с учетом комиссии брокера. То есть я заплачу, ну, на самом деле там было 38 дней, когда я заключал договор, поэтому больше там 1800 рублей я заплачу. Это мои риски, чем я рискую. То, что это мои потери вот на данную сделку. Я надеюсь получить 60 тысяч рублей. Я могу получить больше, я могу получить меньше, но целевая доходность вот такая. Вот, но это еще не все. То есть итого все мои затраты, значит, ну, соответственно, это на 100 тысяч, там, соответственно, больше будет на 400 тысяч. Вот. Налоги. Если я получу ту доходность, на которую я рассчитываю, 60 тысяч рублей, вычитаем из этой доходности те затраты, которые я понес. То есть я вычитаю из этой доходности комиссию брокера, я вычитаю из этой доходности комиссию ну, вот за проценты, ну, предположим, сказать, все это в сумме получится 10 тысяч рублей, ну, где-то так. То есть с 50 тысяч рублей я заплачу 13 процентов. Если я получу меньше, я заплачу меньше. Если я ничего не заработаю, то значит я ничего не заплачу. Ну, конечно, налоги, в принципе, надо учитывать, они уменьшают немножечко мою доходность, но в общем-то если я ее получил, ну да, я заплатил доход, надо сказать, ну как бы налог, ну и все. То есть вот она. Чем я еще рискую? Это не все на самом деле. Я еще кое-чем рискую. теперь переходим в биржевой терминал. Что такое биржевой терминал? Биржевой терминал КВИК это вот как раз то, где учитываются все сделки. Где учитываются все сделки? Это биржевой терминал и сейчас давайте я построю вот сейчас график тут недельный стоит, мы к нему вернемся чуть позже, а сейчас я построю другой график этих акций. Вот посмотрите, что я сделал. Какие мои риски, чем я рискую. На самом деле я рискую не так много. Посмотрите. вот желтой линией стоит цена покупки. Вот она цена покупки. Понимаете? Я купил. Акции сейчас стабильны. То есть они не растут, не падают. Они выросли. Посмотрите. Вот они выросли. Когда они выросли? Вы знаете, что это за дата? Вот это вот 17.05. А предыдущий день 16.05. Это дата заседания Совета директоров, на котором как раз приняты вот эти решения о том, что они собираются выплатить 7 рублей 62 копейки на акцию привилегированную, что на акцию обыкновенную 0,6 рубля будет выплачена сургут, нефть и газ привилегированная. И назначена дата общего собрания акционеров. Вот акции с этого момента выросли на 2 рубля. 2 с чем-то. 2,5 фактически рубля. Эти акции выросли привилегированные. Вот и там принят бухгалтерский баланс. Вот что такое акции. Теперь дальше 17 июля, то есть произойдет через месяц с небольшим даты отсечки. Ну я практически уверен в том, что акции вырастут. Почему я уверен чуть позже, но я же реалист на самом деле, я понимаю прекрасно, то есть почему ты не говоришь, что акции могут упасть, почему ты не говоришь, что акции дивиденды, я говорю об этом, я знаю об этом, я не говорю, но я знаю об этом. Я понимаю, что это может произойти. И я вам скажу, да, я отвечаю, я гарантирую вам, что акции упадут до нуля, то есть я могу потерять все, что вложил в эти акции, если Земля столкнется с кометой. Есть такая вероятность? Есть. Тогда всем нам крышка и все, акции стоят ноль. Понятно, да? Ну мне в том числе крышка, поэтому мне все равно. Если начнется ядерная война, понятно, что акции будут стоить ноль. Ноль, просто ноль, все, я все потерял. ну, понятно, что, если ты не живешь, ты все потерял. Вот, ну, вы скажете, ну, это уж совсем экзотика, что ты об этом говоришь? Давайте дальше. Какие события приведут к тому, что акции стоят ноль? Акции могут стоить ноль, если вдруг в нашей стране произойдет революция, в которой победят, ну, скажем, ультралевые, которые скажут, что мы все национализируем. Может такое произойти? Может. И если все национализируется, то да, все, сказать, всем до свидания, акций стоит ноль. Ленин придет. Ну, вы скажете, ну, опять экзотика. Ну, да, экзотика. Вот, ну, вероятность такая есть, что придут к власти ультралевые. вероятность того, что, ну, скажем, вот сейчас у нас Путин, все стабильно, там стабилизец, там полный, да, бах, и Путина застрелили. Например, есть такая вероятность? Есть. Она уже выше, чем, например, революция, да, вот, но, как бы, тоже есть, и тут тоже надо подстраховаться. И еще, давайте вспомним, в какой стране мы живем. В нашей стране может в любой момент произойти какое-нибудь негативное событие с компанией. То есть компания, это Сургутнефтегаз, и она занимается, там, добычей нефти, там, и так далее. И вдруг выяснится, что, скажем, кто-то из, на кого-то из руководителей компании заведено уголовное дело, например, понимаете? Каким-нибудь Игорем Ивановичем. Вот, и все. И, и, и приветик. Есть такая вероятность? Ну, те, кто знает, что такое Сургутнефтегаз, наверное, понимает, что эта вероятность тоже крайне мала. Я не буду говорить причины, почему, но вероятность такого события крайне мала. Вот, крайне мала. Но, может быть, авария, скажем, на какой-то скважине, там, или, так сказать, разрыв трубопровода, который приведет к огромным финансовым потерям компании. И вот это уже, так сказать, вполне может произойти. Да, при этом акции не упадут до нуля, но они упадут. И поэтому я прекрасно знаю, что события могут произойти такие, это бизнес. И поэтому, вот посмотрите, видите красная линия? Вот. Это стоп-заявка. Это стоп-заявка. Я ее поставил. Стоп-заявка это ограничение максимальных убытков, которые есть. И стоп-заявка, то есть, смотрите, для того, чтобы купить акции, не обязательно осваивать терминал КВИК. Это не проблема. Купить акции. Вы можете позвонить по телефону брокеру, там, сообщить свои, значит, позывные, там, и он купит вам акции. Вы можете купить акции через личный кабинет. Не проблема. Но поставить стоп-заявку вы сможете только через биржевой терминал КВИК. Ребята, и то есть, когда я открываю позицию на небольшой срок, спекулятивную, я всегда, у меня в подсознании зашито, что надо ставить стоп-заявку. как ее ставить, как ставить стоп-заявку, как ставить, там тоже есть свои риски, потому что, когда вы ставите стоп-заявку, там есть еще риск проскальзывания. Вы можете ошибиться, как не ошибиться в этом. Я об этом как раз рассказываю на курсе биржи для чайников. Все, кто прошел этот курс, они знают, как ставить стоп-заявки, на каких условиях, где ее ставить. Вот оно, посмотрите, вот максимум, что я могу потерять дополнительно. Я могу потерять на каждой акции по 40 копеек дополнительно. Это еще 4 тысячи рублей, да, я это понимаю. Вот что я могу потерять в максимуме. То есть, максимальный мой риск составляет 4 тысячи рублей, плюс там сколько за проценты и за комиссию. Ну, 6 тысяч рублей. Вот мои максимальные риски, которые есть. и просто люди, которые пишут мне, почему ты не говоришь о рисках, потому что они высказывают свои страхи. Они высказывают свои страхи, они боятся, они боятся, они даже не открыли счет брокерский, я уверен. Вот, вот они риски. Так что, друзья мои, прежде чем принимать решение, конечно же, я тренировался, я обдумывал это решение и я ограничиваю риски, конечно. И да, они есть, да, я прекрасно понимаю, но есть вероятность того, что акции вырастут. Давайте посмотрим, теперь вернемся к тому графику, с которого я хотел начать, во-первых, да, а во-вторых, давайте вернемся к следующему. Давайте сделаем следующее. Еще один момент. То, что я, ну, в общем, не часто делаю, прямо скажем, но сейчас я это сделал, потому что сумма вложения большая и уж доходность больно большая. Давайте посмотрим, что я сделал. А сделал я следующее. Вот, что я сделал. Здесь сайт доход.ру «Сургутнефтегаз». Это посторонний сайт. Я зашел на сайт эмитента, акции которого я собираюсь покупать. «Сургутнефтегаз». Это официальная страничка компании. Но здесь есть раздел инвесторам и акционерам. В каждой официальной страничке компании, в которую мы собираемся инвестировать, есть раздел инвесторам и акционерам. Я раскрыл этот отдел и, значит, зашел на сайт отчетность. Фундаментальный анализ. Ребята, вот что. Вот. И смотрите, что я сделал. Я так, это то самое письмо, насколько я помню. Да, это то самое письмо, в котором говорится, что 7 рублей 62 копейки собираются выплатить. Вот. А вот здесь вот бухгалтерская отчетность. Бухгалтерская отчетность, смотрите, на 31 декабря 2016 года, 2017 и 2018. Почему я считаю, что акции не упадут, а вырастут в цене? Посмотрите сюда. Актив. Внеоборотные активы, так сказать, тут куча цифр, на самом деле цифр не надо сильно бояться. Вот здесь вот первый раздел. Актив. Последняя строчка. Итого по разделу. 2016 год. 2 чего-то там миллиарда там, да, 720. Дальше 2 495. 2017 год. 2018 3238. В 2018 году по отчетам, значит, очень здорово выросли активы компании. Первый факт. Что такое активы компании? Это значит, что что такое активы компании? Активы компании делятся на количество акций. получается, что активы, приходящиеся на одну акцию с 2016 по 2017 упали, а с 2017 по 2018 выросли эти активы. Вот что это значит. Оборотные активы тоже самое выросли. Дальше смотрим. Пассивы. Смотрим на пассивы. Они тоже выросли, как ни странно. Пассивы тоже выросли. Это то, за что, сказать, ну, как бы долги. Вот, долгосрочные обязательства. То есть, вот есть пассивы, а есть долгосрочные обязательства. Они тоже выросли. Тоже выросли. Есть краткосрочные обязательства. И они выросли, как ни странно. То есть, что такое доходность? Это плюс на минус, правильно? Ну, вот, дальше следующий раздел. Давайте посмотрим следующий. Отчет о финансовых результатах за 2018 год. Здесь только два года. 2017 и 2018 годы. отчет о финансовых результатах он более интересен. Смотрите, выручка, выручка выросла. Себестоимость тоже выросла. Прибыль убыток от продаж было 232, стало 391. Прибыль выросла сильно. Прибыль выросла. И вот здесь в самом конце чистая прибыль или убыток. Смотрите, чистая прибыль в 2017 году была почти 150 миллиардов. Вот здесь 827, 828 миллиардов. То есть она выросла во сколько раз? В 4 с лишним раза. Сейчас я скажу точно, во сколько раз она выросла. 5,5 раз выросла чистая прибыль. Что это значит? Это значит, что активы компании увеличились вот на такую сумму. Активы компании увеличились на вот эту сумму. Вот что это значит. Выручка, не выручка, чистая прибыль выросла. Теперь возвращаемся к графику. Вот это график недельный. Одна черточка это одна неделя. Давайте посмотрим, что происходило. В 2016 году помните, что в 2016 году с 2016 по 2017 у компании снизились все активы, снизились прибыль и так далее. Посмотрите, что было. Вот момент выплаты дивидендов в 2016 году. Вот оно, видите, да? Вот оно. Что было перед моментом выплаты дивидендов? Акции выросли немножечко, а потом они стали падать. Почему? Потому что на собрании акционеров стало понятно, что все будет не очень хорошо. И акции стали падать. Вот они, да. И они, да, через какое-то время они выросли, но они выросли через полгода только. Почему они стали падать? Потому что у компании были убытки. И это было видно из бухгалтерской отчетности. Вот еще один момент. 2015 год то же самое. Вот к моменту выплаты дивидендов акции выросли, то там дивиденды были большие, но сразу после этого они упали. Вот он дивидендный гэп, видите, да, каким он может быть. Потому что акции упали, почему? Потому что убыточки. Потом он быстренько восстановился. За сколько он восстановился? Да он к октябрю восстановился. Так, сентябрь. К середине сентября полностью восстановилась цена на акции. даже, вот я скажу, да к середине августа, вот если здесь покупать, вот к середине августа за месяц цена восстановилась. Вот он дивидендный гэп. И давайте вернемся еще на сайт доход.ру. Прямо вот вообще у нас такой обзор сегодня. Доход.ру давайте вот сюда попадем. Вот посмотрите. В 2015 году было выплачено дивидендов еще больше. В 2016 тоже много. В 2017 и 2018 дивидендов мало выплачивалось. В 2019 году вот по итогам вот такие дивиденды планируются. В 2015 и 2016 сопоставимый дивиденд и 2019 возвращаемся к сайту ой так я не показал вам наверное да так вот еще раз смотрите 2015 год дивиденды были выше больше 8 рублей насколько я понимаю на одну акцию 2016 тоже сопоставимый 2017 и 2018 очень маленькие были дивиденды вот сейчас 7 рублей 62 копейки вот они и так 2015 2016 2019 возвращаемся к сайту к биржовому терминалу вот он биржевой терминал вот 2015 год дивиденды были большие вот где-то на момент принятия решения совета директоров акция стоила 37 рублей она выросла до 42 рублей на 5 рублей выросла потом она упала на размер дивидендов судя по всему 42 рубля минус 8 рублей получается ну даже вот больше то есть она где-то до сих пор упала как раз на 10 рублей практически на дивиденды вот она упала но через месяц она восстановилась вот как произошло сопоставимые дивиденды 2016 год вот они опять же вот дивидендная как бы было принято решение о выплате дивидендов акция выросла потом упала после выплаты дивидендов почему она упала ну помним что ну скорее всего были убытки дальше не так интересно потому что дивидендов не было принципиальных здесь тоже не было принципиальных дивидендов вот они вот как бы скачки эти сейчас что есть смотрите вот здесь вот с 2017 по 2018 убытки то есть у компании активы падали соответственно стоимость акций падала здесь ну тоже падали в общем ну как бы вот так вот все упало сейчас у нас прибыль куда пойдет стоимость акций да сюда она пойдет даже после выплаты дивидендов понимаете даже после выплаты дивидендов пойдет акция сюда так вот друзья мои именно поэтому я уверен сказать с высокой степенью вероятности акции сургут нефтегаз привилегированный вырастут в самое-самое ближайшее время потому что по ним во-первых назначена очень высокая дивидендная доходность потому что у компании есть прибыль в отличие от там предыдущих периодов вы видели и кроме того на всякий случай все-таки я поставил стоп заявки которые можно поставить только в терминале квик а вот о том как все это сделать как научиться вот это все анализировать как выплачиваются дивиденды что такое акции и так далее я как раз и рассказываю на этом курсе биржа для чайников то есть давайте вспомним футболистов прежде чем выходить на поле прежде чем вообще сказать ну как бы надо побороть во-первых свой страх и выйти на поле то есть открыть брокерский счет и начать инвестировать вот что первое нужно но я в этом помогаю курс биржа для чайников он как раз начинается с того как открыть брокерский счет как его пополнить с минимальной комиссией как не потерять уже на этом этапе и дальше я основное внимание как раз на этом курсе уделяю именно именно рискам именно потерям именно как снизить эти риски как поставить стоп заявку как избежать проскальзывания при установке стоп заявки как работает стакан цен что такое акции что такое дивиденды как они выплачиваются все вот эти тонкости я рассказываю вот ну на последнем курсе особенно хорошо я рассказал и про дивиденды и про вот эти стоп заявки и прочее 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 то есть об этом я рассказываю и прежде чем выходить на поле конечно надо тренироваться прежде чем делать вот такие вот сделки которые сделал я ну а если вы боитесь то, пожалуйста, для вас есть трибуны, для вас есть телевизор, я буду сообщать об этой сделке, следите с напряжением, болейте за меня. Если я потерплю убытки, многие скажут, ну вот, я же говорил, ну и, конечно же, люди обрадуются, многие, тому, что вот я оказался лохом, а они оказались умными такими. Вот, но если вы не сделали заявку, вы в любом случае не проиграете, конечно же, если вы не вступили в игру, но вы и не заработаете. И давайте посмотрим, заработаю ли я. Вы можете сидеть на трибунах и наблюдать. Таких много, таких большинство, таких тысячи. Еще больше наблюдать через телевизор. Пожалуйста, наблюдайте. Вы можете поделиться этим видео с друзьями и сказать, слушай, давай понаблюдаем, вот тут такой, так сказать, чувак сумасшедший. Он вложил, так сказать, взял кредит и вложил в акции. О чем он думает вообще? Ну, я рассказывал, о чем я думал, проще, чем вложить, на самом деле. И если вы боитесь, может быть, вам проще будет побороть свой страх сообща, вместе, с друзьями, посоветуйтесь с друзьями, поделитесь этим видео. Здесь нет никаких проблем. И еще один момент, смотрите, футболисты, когда выходят на поле, они играют, они игроки. На них смотрят тысячи людей, миллионы людей на них смотрят. И эти миллионы людей кричат, ты дурак, ты не так бьешь, ты не так стоишь, ты не так бежишь. Ты вообще не то делаешь. И, ну, те люди, которые так кричат, они же сами не умеют этого делать. Они только болельщики. И у болельщиков нет шанса выиграть. А вот у футболиста есть шанс выиграть. Так вот я не скрываюсь, я как футболист тот самый. Я говорю, что вот я сделал это и это, а вы поболейте за меня. Я не знаю, что вы желаете мне, значит, там, чтобы я проиграл для того, чтобы утвердиться, что вы были правы, что, значит, вот, не надо было так делать. А кто-то, может быть, болеет за то, что я выиграю. И, пожалуйста, здесь нет проблем, я ничего не боюсь, потому что я знаю, что если не счастлив, то в другой раз я обязательно выиграю. Сейчас, пожалуйста, поставьте лайк. Спасибо за внимание. С вами был Димит Ко и Юрий. До встречи.